добрый день дорогие друзья салам алейкум из нашего очень сильно заснеженного казахстана в этом году выпало неимоверное количество осадков не успеваем разгребать дороги и сегодня давайте поговорим о очень типичном случае с моей практике я надеюсь и в вашей практике такие же появятся случаи вот привезли такую батарейку это тюмень много пишут почему в основном использую своих роликах используете тюмень я не использую тюмень друзья на нашем рынке тюмени очень много сказать что это плохие батареи я не могу сказать бывают партии плохие эти батареи привозят в принципе батарейка то рабочая батарейка ходовая сейчас давайте включим вспышку посмотрим вот батарейка девятнадцатого года феврал девятнадцатого года то есть батарейки практически пять лет но привезли ее по причине того что она абсолютно высохла так как бы нам так заглянуть чтобы вам было видно ну примерно вот так что ли не попадает не совпадает камера с фонариком ну поверьте на слово батарейка абсолютно обсуши и абсолютно все давайте попробую я наверное зафиксировать это на камеру зонт ну и теперь чё почем хоккей с мячом давайте замерим вернее вот этот замер я не не стал снимать крокодилы тестера с батареи клиенты только что буквально три минуты тому назад отъехали уехали не отъехали отъезжать им еще рано парни молодые здоровые уехали вот такие параметры мы видим на батарее 8 процентов посоху 60 процентов у нас заряд 164 ампера батарея выдает пусковой ток и нрц 1236 сопротивление при этом 1683 так друзья говорю с пробуксовкой потому что я уже говорил что немножко простыл сильно болит челюсть надо скорее всего удалять зубы удалять их очень жалко на этом зубе держится вся моя красота мост если удалить то короче все понятно не будет масштаблять моста дружбы моста улыбки моста между мной и роликами так эти же параметры я записал на вот этот листочек бумажки или по-другому бейджик наклейка можно и квитанции назвать так в чем опасность заключается вот это вот этого нашего случая дело в том что при таком глубоком обсыхание батареи образуются продукты окисления на пластинах то есть свинец от контакта вернее не свинец активная масса от контакта с воздухом на ней образуется своего рода еще дополнительное окисление которое в купе с продуктами износа блять какие продукты из износа это сопля блять козюля ну продуктами не из нас опырьки а именно те продукты которые образовались в результате эксплуатации и отработали свое и при заливке воды они легко смываются в каком-то месте может образоваться сталкивать сталадмит обычный клинышек из вот этих изношенных морепродуктов блять и батарея прекрасно и очень быстро замыкает то есть приходит полную негодность на батарейке сейчас мы видим 0 градусов прежде чем заливать воду батарейку я отогрею нагрею до 20 градусов и будем заливать водичку кстати водичка у меня осталось 40 литров если кто-то помнит сколько было у меня в начале этого зимнего сезона по моему последнем или в предпоследнем ролике которые я записывал напишите в комментариях так ну что давайте отогреем батарейку и затем будем заливать водичку наверное весь этот процесс тоже я постараюсь снять видео чтобы наглядно вы увидели сколько наша батарейка потребила в себя дистиллятор так но пока кидаем ее на обогрев и затем чуточку позже продолжим нашу работку так ну что батарейка наша отогревать 19 градусов и тогда так отогревать желательно для того чтобы у нас не было никакого термо удара желательно чтобы вода и так которую мы заливаем и аккумулятор были одинаковой температуры дабы не отбить нам активную массу можно смело сейчас заливать по 100 миллилитров в каждую банку по 100 миллилитров войдет легко отдачи будем уже ориентироваться по наполнению по заполнению наполнению заполнению такая у меня воронка раздавил длить выкидка батарейка неравномерно а нет проваливается идет небольшое бурление вода реагирует вступая в контакт с пластинами так и что мы видим видим что вот эти две баночки у нас были для суда не две залил случайно у меня такое ощущение как будто я суда две заговорился и два постольнику залил так но в принципе можно смело заливать в эти баночки тоже еще постольники в три баночки мы заливаем еще постольнику разброс будет по плотности конечно у нас бешеный в процессе работы будем наблюдать за этим разбросом давайте еще постольнику заливаем пластины не прикрыты так паутинник залив можно смело длить то есть уже залито по 200 миллилитров так сюда тоже 200 миллилитров такое ощущение кому-то я в эту залил побольше сейчас просмотрю видеозапись иногда голова не совсем дружит с руками поэтому сюда стольник уровень здесь завышенный будет в процессе работы будем смотреть за ростом плотности и возможно будем делать отбор и корректировку по банкам току как говорится от этого мало будет но другого пока еще никто ничего не придумал вот эта банка очень сильно отстает в принципе ее можно еще миллилитров 20 нам плескануть да вот теперь у нас по уровню примерно всех банках одинаков одинаковые уровни здесь еще маловато здесь тоже маловато а нет вот эта баночка опережается принципе уровень везде практически одинаков так так у нас еще по напряжению 12 6 пока этот уровень мы оставим и после основного заряда после абсорбации опять замеряем уровень и если нам потребуется доливка значит мы дольем водичку пока закрываем пробочки и сейчас мы будем запинать ее зарядный боксик вместо есть у меня после нового года нет не после нового года последние наверное неделю заказов немножко поубавилась после того как спали морозы и потеплево работать работать не смотря на состояние на самочувствие так перебираемся к зарядному боксику основные китайцы у меня заняты работать начнем на китайцы на вот этих китайских очаровательных устройствах многие пишут комментариях что на них бочку качу качу или качу качу наверное да ну каждое зарядное устройство имеет свой набор достоинств и недостатков вот эти устройства они я это неоднократно говорил для первоначальных стадий заряда эти устройства подходят но полный заряд батарей кто бы там не упирался что импульс пульс или там ремонт она сделать не в состоянии так давайте накинем крокодилы так она сейчас не переведется так надо включить его сеть и сразу переведем в режим мотоцикла для того чтобы уменьшить нам зарядный ток вот так до полутора снизить зарядный ток до полутора ампер и в таком режиме будем заряжать до 13 вольт как только на батарее мы увидим 13 вольт переведем в режим автомобиля то есть и те технические возможности которые имеют это зарядное устройство по току она будет использовать на все 100 то есть вся мощность этого зарядного нам сейчас не нужна мощность до 8 ампер видим 8 ампер на данном этапе будет очень много поэтому делаем предзаряд до 13 вольт время 15 минут 5 посмотрим сколько времени на это уйдет друзья буквально через 15 минут на полтора ампера наш тюменский обсовший гросяра перепрыгнул 13 вольт поэтому даем полный зарядный ток который может это устройство выдать видим 7 с половиной ампером сейчас давит 7 и 1 заряд это устройство про проводит по напряжению поэтому зарядный током изначально выводит на свои самые максимальные параметры и также считаю что один из существенных недостатков одно из существенных недостатков этого устройства это то что она заканчивает работу с аккумуляторами при токе в 1 ампер то есть как только доходит до 1 ампера это устройство переходит режим хранения буферный режим в комментариях пишут что более свежие экземпляры этих устройств уже работают до 0 2 ампер это конечно будет получше но с учетом того что мы все таки будем работать обязательно будем работать с дозарядами ту недополученную энергию нет не энергию ну да недополученную абсорбацию мы сможем компенсировать и скорректировать уже контролируемым перезарядом то есть мы тот порог который недополучила эта батарейка с этим зарядным устройством мы это компенсируем в импелочками ну это наверное и будет по всей видимости завтра еще полтора часа я сегодня отработаю и оставим в любом случае оставим наши батарейки на этом желтеньком фоксаре время 25 минут 7 температура 28 градусов давление в колесах 2 атмосферы 2 атмосферы колготки на готове осталось их переодеть ну а на нашем фоксаре как видим же напряжение 14 4 вольта и ток опустился до 1 и 9 ампер в этом режиме оставляем нашего тюменского вося на ночевку раз запустили пусть живет до утра так но стоит ли мерить 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 плотность как вы считаете кто сказал стоит ну давайте замерим паре банок все таки я в эту баночку 2 изначально за него вот что бывает когда голова не дружит серым веществом а нету плотности нет какие ребята парни какие парни друзья батареи нету найм ну жёг так что оставляем нашего пропаренного видовагу до утра сам переодевая колготки нет вначале надо разобраться с пациентами переодевая колготки и чаду 28 с половиной километров в час в сторону дома по качкарян да по сугробам прекрасное зимнее утро растопил печку немного давнуло дымком в гараж и видим наш указатель газованности и задавленности в красной зоне но сейчас вытяжка все вытянет а наш сахат и наш с третьим вот офф он офф и офф не хочет он больше работать когда это произошло мы не знаем давайте вот эта часть будет для тех кто либо рекламирует вот эти зарядные устройства либо бьет себя в грудь что она справляется со всеми задачами которые на них возлагают именно для вас смотрите внимательно или вынимательно сейчас мы замерим плотность зарядное устройство закончила работать переводить его в режим ремонта там еще каких-то больше нету режимов дальнейших я не вижу смысла потому что нету смысла это все мной проверено неоднократно замеряем плотность плотность жёг видно на попал поднялся и да нет один десять один десять один одиннадцать мы видим 11 давайте по всем ванночкам пробежимся для чего это делаю сам не могу понять отнимая ваше и свое время во всех банках будет такая плотность надеяться на то что какой-то банк плотность вырастет нам по меньшей мере не стоит давайте сделаем некорректный замер тестером для того чтобы выяснить стоит ли нам дальше работать с этой батареей или нет какой-то есть ли какой-то результат от абсорбации так 550 у нас уже установлено так видим 58 процентов 419 ампер пусковой ток посоху 58 сопротивление 658 и вот это вот напряжение буфера у нас осталось 1358 так а теперь друзья мы сейчас закроем плотно пробочки и начнем работать по новой методике которую рекламируют некоторые как правильно назвать ладно придумайте сами блогеры начинающие этот метод называется как драчильное взбалтывание или передергивание или передергивание драчильное взбалтывание вот так вот с помощью этого метода повышается плотность в аккумуляторе и на этом месте нам можно ну по их мнению работу заканчивать вы знаете друзья вот с утра встал сегодня и перед зеркалом чищу свои два зуба зеркало присмотрелся блять но на анделона бля вообще не похож еще лучше присмотрелся на долбоеба тоже поэтому вот этот метод который яростно рекламируют яростно отстаивают парняги ну которые постели хотят постичь открыть америку блять через форточку что какие могут быть до заряды какие высокие напряжения какие блять кипячения но кипячение это в их понимание кипячение в моем понимании это правильный электролиз не до который которого недостаточно при заряде низкими напряжениями низкие напряжения это 14 4 14 8 вольт для современных кальциевых батарей этого напряжения недостаточно да я оспаривать не буду что сейчас плотность вырастет в этой батарее потрясем батарейками потрясем бубенчиками своими заодно плотность поднимется мы со дна естественно кислоту мы вытащим но на этом месте параметры батареи остановятся развитие дальнейшего прогресса в параметрах у нас не будет и у нас и у вас и у них у них блять поэтому мы это была шутка юмора что начнем передергивать пусть передергивают более здоровые парни которые хлещутся что блять вот у меня буквально вчера забрали 6 190-х сейчас начнется посевная перед посевной фермера повезут мне очень много таких батареек и вот этот передергивали щеки пожалуйста которые кричат что блять 190 да не вопрос передерну блять подниму плотность приезжайте друзья вот штук 6 8 наберется и давайте будем вы будете передергивать а я буду вас снимать смысле не вас снимать а снимать как вы дергаете блять эти аккумуляторы для поднятия плотности ну ладно это небольшое отвлечение отвлеклись до отвлечения с развлечением ведь так ну что продолжим нашу работу с этим оси он поменять надо крокодильчики начал разваливаться так но вы пилочки мы видим 13 3 ампера поймали на хипперы не ампера вольта блять до амперов мы сейчас наберемся подключаем зарядное и производим настройку в самом начале работы предварительно настроить выпил у нас настроив у нас ничего не получится так но у меня как обычно здесь стоит 17 вольт вот они 17 вольтиков а это мы оставляем и выставляем 3 ампера вот так вот 31 пойдет лиха беда начала ну что поехали проводить первый цикл до заряда дело в том что если сейчас сбутыхать передернуть перемешать то часть сульфатов которые которая еще осталась на пластинах она так и останется никуда не денется на снизу плотность сейчас у нас завышенная и кислота которая образовалась от растворения сульфатов предзарядом и основным зарядом абсорбации она есть но большая часть сульфатов у нас еще висит на пластинах и по большей части эти сульфаты находятся сверху мы не забываем о том что батарея у нас эксплуатировалась еще и засушенном состоянии та часть сульфатов которая мало того что она закрепилась перешла в перманентное состояние то есть трудно растворимая она еще и покрыта частью отработки и оксидами которые образовались от контакта с воздухом поэтому нам из-под этих оксидов надо убрать сульфаты и этого можно сделать только контролируемым перезарядом то есть электролизом на высоких напряжениях на высоких на больших но высокая блять напряжение там 16 тысяч вольт ну будем так завышенным напряжением говорить так вернее так иногда путаю педали в разговоре по какой причине я говорю ну буксует уплю процессе работы это наверное все бывает ролики то я записываю без плана блять о каком плане вы подумали без репетиций маленько время у нас без 10 11 сейчас либо ну как кофе очку займусь основной своей работой друзья вот с таким током 31 батарея не разгоняется выше 15 2 вольт это связано с тем что все таки вот это обсушка или засушка она не пришла даром для пластин и часть пластина находится в таком засухари нам еще состоянии невзирая на то что ночь она провела время прошло уже час и разгона у нас не происходит невзирая на то что блять на что невзирая короче пластины у нас засухарины и вот это перманентная сульфатация с коркой из оксидов она не позволяет работать всей поверхности пластины так как у нас батарейка кальциевая вот этого напряжения нам явно не достаточно поэтому во время первого до заряда мы будем пытаться разогнать батарею нам нужно разогнать хотя бы до 16 вольт на первом до зарядки вот пять процентов это где-то 8 5 2 ампера это где-то 8 или 9 кого есть калькулятор под рукой посчитайте сколько это процентов от емкости батареи 62 батарея и во время первого до заряда за счет поднятия тока мы вместе с вами будем очищать пластиночки вот вот этой грунтовочки как про которую я говорил выше грунтовка которая которой покрыты пластины наблюдаем буквально минут 57 напряжение становилось на 15 7 поэтому мы до 10 процентов от емкости увеличивают ток в принципе 6 и 2 ампером мы имеем полное право дать так ну давай что-то ну ладно 61 но не выше и при всем при том контролируем температуру батареи 21 22 градуса по цельсию мы имеем на данный момент и где-то в районе одного часа будем работать в таком режиме посмотрим насколько разгонятся наши батарейки час у нас на встроенном секундомере в имперовском работаем парни дальше друзья прошу обратить внимание на такую особенность именно разгона батареи вот на десяти процентах у нас батарея разогналась до 15 8 вольт прошло буквально там 30 минут и напряжение у нас начало снижаться при заданном токе мы задавать задаем напряжение 17 вольт это для того чтобы выпил у нас не срабатывал немножко раньше времени и не переходил режим заряда кончить теперь мы наблюдаем контролируем наш перезаряд и видим что напряжение у нас начало падать упала на 0 2 вольта давайте замерим температуру температура по-прежнему у нас такая же не растет давайте дождемся когда будет 15 половиной вольт это будет у нас знаком к тому что разгон нам следует прекратить то есть батарейка у нас начало упираться до заряду ломать эдс нам не стоит и в этом случае мы прекращаем до заряд и даем батарейки отстояться теперь несколько пятачков хочу закинуть в адрес тех кто топит именно за то что за счет вот этих вот блять перезарядов выворачивает пластины коробит блять не зря я сказал блять потому что эмоции переполняют меня через край немножко прежде чем коломбурить выкладывать вот эти видео позориться на весь youtube вы хотя бы поинтересуйтесь из-за чего происходит корабле не опусте из-за чего их выворачивает еще один момент сейчас мы вернемся к этому кораблению какие корабли выворачивание корабли не корабли крушения к этому мы еще вернемся по поводу того что мутнеет электролит конечно он будет мутнеть мы очищаем пластины производим чистку для того чтобы поверхность пластин было как можно и как можно больше для того что для контакта с электролитом естественно так как мы очищаем вот это вся шелуха которую мы ощущаем очищаем она и появляется в электролите что для вас лучше либо это шелуха висит и батарея не крутит либо мы ее очищаем электролит слегка мутнеет выбирайте сами ну давайте теперь вернемся по поводу корабление ну в первую очередь почитайте для начала не надо кичится то что там блять прочитали хренову кучу книг всяких авторов для начала просто почитайте бумажки которые идут в комплекте с аккумуляторами и исходя из этого сделайте какие-то вывода в этих бумажках написаны что нельзя допускать полного разряда к б и длительные эксплуатации разряженного к б при глубоких разрядах в аккумуляторе происходят необратимые изменения приводящие именно вот эти изменения они приводят деформации пластин так как у нас происходит деформация пластин естественно происходит и отслоение активной массы и частично она осыпается также у нас идет вредная сульфатация происходит вредная сульфатация процесс вредной сульфатации если мы эксплуатируем а к б с низкой плотностью электролита происходит именно из-за этого происходит деструкция так отводящих решеток именно положительных пластин вот и именно это и сокращает срок службы а к б но никак не как вы любите называть кипячение никак не контролируемые перезаряды многие там немногие но находятся долбоеба которые пишут зачем заниматься вот этой хренатенью проще поехать купить новый аккумулятор если для вас проще какого хуя вы тогда находитесь на этих каналах что вы ищете приключение на свою жопу проваливайте в магазин покупайте новый аккумулятор не все таки и не каждый себе может позволить при незначительной потери параметров батареи хлопнуть по коробке рвануть в магазин за новой батареи есть люди которые кроме покупки а кому для которых кроме покупки аккумуляторов есть еще задача а дети будь своих деток накормить помочь родителям либо пенсионеры для которых которые считают каждую копейку и живут от пенсии до пенсии и покупка новая кому нового аккумулятора в случае небольшой потери параметра для них это будет шоком а вы любите покупать пиздуйте в магазин покупайте и вон своего канала делать вам здесь абсолютно нечего что еще хочу добавить но это небольшое отступление я у своих подписчиков спрашивал нужны ли отступления вы сказали да ну желательно чтобы иногда я высказывал свои мысли слух не не для выпила для вот этого а именно для вас надеюсь это будет кому-то полезно и также вот нельзя оставлять разряженной кб на улице в автомобиле при низких температурах окружающего воздуха что может произойти когда батарея прослаблена и вы пытаетесь завести ну давайте так даже если батарея не прослабленная но у вас забился карбюратор если это карбюратор если это дизель у вас замерзла соляра либо завоздушенная система если это инжектор у вас не работает либо некорректно работает датчик температуры либо рдт и машины плохо запускается в мороз а что вы делаете выгоняете смысле не гоняете но может быть и гоняете так ко мне идут сейчас чуть-чуть продолжим позже немного сбили меня с понтеройку смысле они прошли мимо думал опять ко мне идут клиенты давайте попробую вернуться к тому о чем говорил по поводу корабления пластин корабли не опять про корабли на море захотелось что не понятно когда пластины выворачивают разные стороны с чем это связано но связано в первую очередь из-за холодных запусков если кто-то хоть немного в курсе про электропроводность про все прочее каким образом ток проходит по проводникам то что он идет по поверхности это касается только по поверхности по проводника не посередине именно напряжение и ток проходит по поверхности это же касается и поверхности пластин то есть основные основную нагрузку несет обрешетка самые толстые части пластин и вследствие этого когда вы в следствии этого когда долго вы держите ключ на старте даете глубокие разряды естественно аккумулятор начинает прогреваться именно с поверхности пластин а так как они находятся в холодном электролете из-за разности температур и происходит корабление кораблекрушение да, корабление пластин вот в принципе и все что хотел сказать, внятно-невнятно решать конечно вам и оценивать а мы отключаем наш вемпиолог так как мы видим 16,3 вольта отключаем крокодилы и даем батарейке не менее двух часов отстояться чтобы поиграл поработал инертный заряд давайте замерим плотность которой нет а нет уже в крайней баночке видим 1,15 1,16 ебучий случай ну давайте среднюю баночку еще посмотрим так то же самое видим небольшой поворот так что трясти будем нет но если только бубенчиками так даем батарейке отстояться только сейчас понял что немного буксанул перед этим сказал 16,3 вольта ну хватит ржать хотел сказать падение на 0,3 вольта и напряжение 15,5 поэтому мы и отключили наши зарядные ну бывает проскакивает главное вовремя очухаться не так ли чуть больше двух часов наш пересушенный рогач простоял в отстое причем в полном отстое давайте замерим плотность в трех банках после следующего до заряда уже будем делать какие-то выводы и будем промерять все баночки так эта баночка у нас отстает 1,13 да 1,13 так ух ты здесь 1,16 с половинкой почти 1,17 за время отстоя пол шишечки у нас добавилось пол точечки ну-ка ну-ка так ну здесь 1,16 1,16 так же и осталось как видите неубиваемый у меня ореометры сделаю еще один с 25 трубы это у нас двадцатки тот с 25 что накидываем крокодилы крокодайлы ух ты блядь разгон на тех же параметрах на тех же оборотах и на тех же уставках на которых мы и делали будем пробовать разогнать нашу батарейку за черту в 16 вольт едем едем в родимое сего друзья пока занимался здесь клиентами и немножко пропустил тот момент когда начало сдуваться напряжение и оно сдулось до 15 и одного вольта то есть наметилось падение напряжения то есть батарея не хочет разгоняться у нас и в то же время она неплохо дает сдачи зарядному устройству так сколько там времени пришло на больше часа явно потому что да час 18 сейчас давайте замерим сделаем несколько замеров отключаем зарядное батарея ведет себя неправильно терморазгона слава богу небольшой есть температура немножко поднимается но в пределах так сказать нормы но поведение ее мне этой батарейки мне не нравится от слова совсем так что у нас плотность потихонечку у нас растет 117 вторая баночка давайте уж раз пошла такая пьянка порежем этот огурец и сделаем замер во всех баночках так первая баночка 117 уверенных третья баночка 11 ты смотри 118 уверенных немножко надо один глаз чтоб смотрел нам ориометр а второй глаз на а второй глаз на телефон но у меня глаза в кучу поэтому смотрю вон вместо 1 15 3 так четвертая баночка отставание есть пятая баночка обачки вот эта пятая баночка нам не дает 1 20 так 1 20 вот здесь вот здесь вот здесь отсвоение активной массы явные вот эта банка а нет 1 1 218 1 так что мы сделаем сейчас сделаем отбор с этой баночки 40 миллилитриков и корректируем с опережающей баночкой толку от этого большого не будет но хотя бы кратковременно мы заставим работать банки более-менее синхронно для того чтобы вот эта баночка она нам и не дает разогнаться всей батареи так пока ставлю на пазу сделаю корректировку и продолжим нашу видео фиксацию наших преступных деяний и так сделал по 50 миллилитров отбор так здесь мы видим теперь 1,18 здесь здесь видим 1,17 да почти 1,17 возможно еще сделаем такую же корректировку вот кстати вот этот ориометр у меня с 25 трубы но здесь шкала мне неудобна она показывает в принципе то же самое так 1,17 с половиной но очень мелкие показатели с этим поплавком мне работать намного удобней так что мы теперь делаем давайте сделаем некорректный замер параметров конвейчиком для того чтобы проследить за динамикой того что мы делаем на пользу эта батарея или нет ну как видим было по-моему 58 166 ну видим что динамика у нас положительная и почти 450 ампер значит будем работать с батареей и дальше так дадим сейчас еще один отстой так время 4 часов пусть батарея отстоится отдышится очухается и через час сделаем еще один часовой разгон после чего будет то что я вам покажу после чего у у у Продолжение следует...